Так, так, так. Вы просто посмотрите, как справилось средство по отъеданию ржавчины. Все-таки были, пацаны, самые такие жесткие и ужасные участки, где было очень много ржавчины. Ведь болгаркой мы с вами всю не вычистили. И единственное место, где после средства осталась ржавчина, это вот это вот место. Но это уже не ржавчина, это просто уже сгнивший металл. Автомобиль стоял после нанесения средства два дня. И скажу вам откровенно, работой этого средства я очень сильно доволен. Ну и сразу хотелось бы сказать, что это никакая не реклама. Я думаю, что с тем жестким местом, сгнившим, нужно поработать вот такой вот щеточкой. Поэтому мы вытаскиваем ту, которая нам не нужна. И ставим щеточку побольше. Ну вот вроде бы что-то того и получилось. Ну вот в принципе, смотрите, мы немного поработали. Металл в принципе светлеет, но лучше ему не становится. Поэтому в этом месте мы все, что могли сделать, мы сделали. Далее мы с вами берем 647 растворитель, находим кусок какой-то ненужной тряпки, откручиваем наш растворитель и хорошенечко смачиваем вот эту вот тряпочку, которую мы подготовили заранее. И этой уже мокрой тряпкой мы начинаем вытирать вот эти вот места, где у нас было средство. Тем самым мы это место обезжириваем и убираем остатки средств. После того, как мы с вами все хорошенечко обезжиривали, берем вот такие вот рем-вставочки. Ну и примерно отрезаем ровно столько, сколько нам будет необходимо в том месте, в котором мы сейчас будем работать. За один раз рекомендую много нарезать вот таких вот комплектов. После чего вот такой вот комплект нужно подгонять уже сугубо вам по размерам. Смотрите, пацаны, на какие хитрости приходится идти. В этом месте у нас не было вот такой вот вставочки. Поэтому пришлось все это выстроить из стеклоткани и подпереть все это батарейкой, так как оно вот просаживается. Спустя 12 часов, пацаны, мы видим, что все засохло и стало деревянным. Теперь нам с вами осталось поприводить все это место в порядок. Возьмем, пожалуй, мы с вами вот такую вот грубую 60-ю наждачку и немного все-таки поработаем. Ну вот мы более-менее вышкурили все это место. Заодно мы с вами наделали очень глубоких царапин, что нам сейчас очень важно. Далее берем наш с вами уже любимый инструмент и вычищиваем всю пыль, сметаем всю пыль, которая здесь могла осесть. Ну а далее мы с вами берем уже всем известное средство и тряпку. Смачиваем эту тряпочку хорошенечко нашим обезжиривателем. Ну и что ж, и потихоньку мы начинаем все это место обезжиривать, конечно. Куда ж без этого? После обезжирки находим что-нибудь ненужное, например, вот такой вот кусок бумаги. Я думаю, бумага для каждого сейчас это не проблема. И делаем вот так вот. Дальше, чтобы все это было аккуратно, мы возьмем из запасов вот такой вот инструментик. Ну и, конечно же, мы берем вот такое вот чудесное средство, немного его взболтаем, чтобы оно проснулось. Так, ну и в принципе, для работы мы все подготовили. Открываем нашу баночку. Макаем кисть и начинаем просто замазывать те элементы, которые нам все-таки нужно с вами защитить. Вот все, как это происходит. Напоминаю еще один момент, что этот грунт очень круто работает, если его наносить в два-три этапа. Это значит, что после первого нанесения мы должны немного подождать, чтобы он застыл. После обработки вот эти вот все наши ремонтированные места довольно аккуратно выглядят, ребят. И так как я сказал, ребят, этот грунт очень быстро застывает. Прям очень быстро. Поэтому мы начинаем работать дальше. Для этого мы возьмем, конечно же, наши рем-вставки. И сейчас мы будем вырезать нашу форму. Так, ну и смотрим с вами. Видим вот такое вот отверстие. Берем уже наши с вами заготовки, которые мы приготовили заранее. И берем немного больше, чем это отверстие, вырезаем нашу рем-вставочку. Вот таким вот образом все подгоняется. Учитывая то, что я это все сделал на глаз, в принципе получилось неплохо. Но перед тем, как клеить наши рем-вставки, нам нужно сделать вот такие вот ребра жесткости. Нужно это для того, когда мы будем клеить стеклоткань, рем-вставку. Чтобы эта рем-вставка не провалилась внутрь. Потому что у нас вот здесь вот получится дырка. Теперь это место у этого автомобиля выглядит примерным образом. Все, что нам осталось, привести вот это вот все место в порядок, убрать все лишнее. И, конечно же, наделать глубоких царапин. Поэтому давайте займемся. После работы с наждачкой, хотя бы выглядит оно более-менее, ничего не торчит. Теперь нам осталось взять наждачку и подготовить все остальные места. Решил, что наждачкой все это будет долго и не очень качественно. Поэтому я воспользовался вот таким вот кругом. И, ребят, очень обязательно после того, когда вы нанесли средство по удалению ржавчины, и тогда, когда это средство поработало, нам все равно после этого средства нужно пройтись еще раз вот такой вот щеткой. Это даст максимальный результат по удалению ржавчины и коррозии. И теперь нам нужно подготовить гараж. Для этого мы берем вот такую вот бумагу, картонная коробка, если что, и делаем вот такую вот процедуру. Далее беру вот такую вот щетку и начинаю просто из этих мест сгонять пыль. Это очень важно, чтобы ее здесь все-таки у нас не оставалось. Затем мы с вами берем растворитель, тряпочку, хорошенечко эту тряпочку промачиваем, пропитываем. И начинаем все вот эти вот наши места хорошо обезжиривать, просто заливать их вот этим вот средством. И здесь уже, конечно же, мы будем использовать кисть большого размера. Ну и для тех, кто забыл, антикоррозийный грунт. Хорошая, очень хорошая вещь. И начинаем наносить. Ну вот так вот как-то, ребят. Если понравилось, ставим лайк и подписываемся. Всем пока!